Мол, никуда мы никого отпускать не будем, вы видели, что мы сделали с Чечнёй? Это я сейчас перевожу с путинского на такой понятный язык. Вы видели, что мы сделали с Чечнёй? Мы сделаем то же самое с любыми другими, кто захочет отделиться, у кого будут какие-то сепаратистские, с точки зрения России, идеи. Почему всегда речь про Ичкерию? Почему мы готовимся её вернуть? Почему бы не свободную Чечню без этих бандформирований, как и так далее? Тумсо, я ролл там, кушаю в нищей России. А что так, Мик? Я вот вчера смотрел, слушал точнее разговор Адама Делимханова, депутата Государственной Думы. Он говорил, что в Чечне сегодня такой соцпакет, которого нет в Европе. Люди получают всё, и пенсии, и пенсии по инвалидности, и пенсии по каким-то другим причинам, выслуги лет, по потере кормильцев и так далее. Получают безработицу, говорил Адам Делимханов, получают все необходимые выплаты, какие-то субсидии. Если у людей нет денег на то, чтобы погасить задолженность по квартплате, по коммунальным услугам, то это всё субсидируется. Помогают людям, говорил Адам Делимханов, и постоянно сравнивал это с Европой, что в Европе, мол, нет таких социальных выплат, там вообще другой уровень, люди нищенствуют. И не могу же я не верить депутату Государственной Думы, уважаемому человеку, туда не избрали бы, наверное, дурного. Поэтому я так понимаю, что ты, наверное, говоришь неправду. Или ты просто как-то не пользуешься этим социальным пакетом в России, который лучше, чем в Европе. Делимханов Сазан Балабол, я с 2000-х годов инвалид и по сей день ни рубля не получил. Бро, если получу задолженность, то обещаю, что все средства отправлю тебе. Ладно, ладно. Боюсь, что ты не получишь эти средства, но приятно, приятно. Ты, бро, когда кушал последний раз доширак, когда был в России, скажи, пожалуйста. Я, по-моему, последний раз вот эту лапшу заварную кушал в закрытом лагере Польши. Причем это делалось не от того, что там плохо было с едой, а просто к нам подселили, ну, в смысле, тоже посадили молодожен из Вьетнама, муж с женой. И что-то к один день я замечаю, как они эту одноразовую заварную лапшу готовят на кухне. И прям мне ее так захотелось. Два раза в неделю нам давали делать закупки. И, в общем, на следующую закупку я купил много этой лапши заварной и поел ее. Правда, после одного раза, по-моему, мне хватило. В общем, больше я ее не ел. Почему в Швеции лучше, чем в ЧАЭЭЭ? Нет, от чего это зависит? Неужели там лучше природа? Что значит лучшее? Если ты говоришь в социальном плане, то опять-таки возвращаемся к разговору Адама Делимханова. Он говорит, что социальный пакет в Чечне, он лучше, чем в Европе. Там платят пенсии, платят безработицу, всякие там иные социальные выплаты, пособии и субсидии. А здесь всего этого нет, он говорит. Опять-таки я ссылаюсь на мнение авторитетного депутата. Если раз он говорит, значит, наверное, так и есть. Асалам алейкум, там все, прокомментирую про речь Сокурова. Алейкум, асалам. Посмотрел я эту речь, точнее этот баттл Сокурова с Путиным. Обмен мнениями, как это назвал Путин. Для меня ни то, ни то мнение не было приемлемым. То есть я и то, что высказал Сокуров, было видно, с какой... С такой нелюбовью к нам высказывал это мнение Сокуров. Были вот эти попытки сразу же при высказывании. Вроде как ты должен согласиться с ним, да. Он предлагает там, кто хочет, пусть, мол, уходит. Но в то же время он вбивает туда клин, пытаясь выдернуть из этой массы общий ингушей. И говоря, что вот, мол, все остальные пусть идут, а вот ингуши, они русский язык, видите ли, знают лучше, чем мы. Даже очень хорошие люди, я с многими знаком. То есть это такой посыл, давай вот ингушей, значит, сделаем своим форпостом, мол, на Кавказе. А остальных, мол, отпустим. И получится, что мы разделим Кавказ на своих и чужих. Ну, видно, что Сокуров, он тоже говорит об этом с империалистической точки зрения. Не из какой-то любви к нам и не из стремления к справедливости исторической, там и реальной. Ответ Путина тоже был в таком же духе. Мол, никуда мы никого отпускать не будем. Вы видели, что мы сделали с Чечнёй? Это я сейчас перевожу с путинского на такой понятный язык. Мы видели, что мы сделали с Чечнёй? Мы сделаем то же самое с любыми другими, кто захочет отделиться. У кого будут какие-то сепаратистские, с точки зрения России, идеи. Короче, я ни того, ни другого в этом вопросе поддержать не могу. Томсов, вообще забавно, как Россия поработила другие территории, а потом, когда кто-то хочет освободиться, говорит, вы что, страну развалить хотите? Это отсылка к Сакурову и как Путина и Кадырова бомбануло. Ну, Кадырова справедливо бомбануло. Там же всё касалось непосредственно его. Когда говорил Сакуров, что у нас есть и падишахи, понятно, что он говорил про Кадырова. Поэтому Кадыров, естественно, возмутился. А если какой-то тейп захочет выйти из Ичкерии, чеченцы и остальные согласятся с этим решением отдельного тейпа. Ну, куда деваться? Мы насильно, как говорится, никого не держим. Если такое произойдёт, такое решение, никаких проблем. Главное, чтобы на территории не претендовали, а так могут переезжать куда хотят. В Испанию, в США, в Канаду. Если их где-то готовы принять, никаких проблем. Почему всегда речь про Ичкерию? Почему мы пытаемся её вернуть? Почему бы не свободную Чечню без этих бандформирований, как Адрыв и так далее? Фринокс – это синоним. Свободная Чечня, Чечения, Ичкерия – это синонимы. Ты как-то неправильно понимаешь это. Даже если Навальный придёт к власти России, он вряд ли даст нам суверенитет. Нам всё же придётся силой получить эту свободу. Как говорил Джахар, да помилует его Аллах, свобода – слишком дорогая вещь, чтобы достаться лёгкой ценой. Поэтому да, наверное, никто, наверное, никогда и никто не придёт к власти в России, который сам скажет, давайте-ка вот чеченцам дадим. Конечно, это будет какая-то борьба. Но вот хотелось бы, чтобы эта борьба была исключительно дипломатической, не кровавой. Было бы, конечно, хорошо, если бы так получилось. Тумсо, как думаешь, уместно ли сравнивать современную Чечню с Ираном до 79-го года? И что думаешь о реализованной в Иране форме государственного устройства Исламская Республика? Я не знаю насчёт уместности сравнивания, почему бы и нет. В принципе, можно любые государства друг с другом сравнивать, но говорить, что они похожи, идентичны, вот это, наверное, будет неправильно. Но сравнивать можно, проводить какие-то параллели. А что касается формы, я считаю, что у них сама форма неплохая, если бы убрать оттуда конкретный человеческий фактор, конкретных людей, то сама форма-то у них, в принципе, неплохая. Она даже во многом мне симпатична. Но из-за общей направленности, такого радикального рафидизма, его навязывания, здесь из-за этого возникает, конечно же, проблема. Но сама модель, мне кажется, она неплохая. Тумсу, а когда Ичкерия будет свободной, можно ли будет русским там жить или хотя бы приезжать в гости? Конечно, можно. Русские люди, проживающие на нашей земле, в нашей стране, являются гражданами нашего государства. А россияне, русские, не только русские, мы должны иметь с ними нормальные добросетельские отношения, ездить друг к другу в гости, развивать туризм, работать там, чтобы могли работать у нас россияне, мы могли работать в России. Мы должны стремиться к нормальным отношениям, а не к какой-то тотальной вражде друг с другом. Аноним. Тумсу, смотрю по вашей речи, что вы грамотный культурный человек. Скажите, а как вы относитесь к русской культуре? К чеченской культуре зависит от русской? Сколько заимствований в чеченской от русской культур? Давайте определим сначала, что такое культура, что вы подразумеваете под этим? Под русской культурой? Под чеченской культурой? И тогда я, наверное, отвечу на этот вопрос. А так мне не совсем понятно, что мы имеем в виду. Я имею в виду общую культуру, литературу, поэзию, художественные искусства, науку, архитектуру и так далее. Вот об этом речь. Сколько в этом заимствований? В речи я вижу очень много заимствований. Спасибо. Так, в литературе, в поэзии, в художественных искусствах есть ли взаимствования из русской культуры, литературы, поэзии и художественных искусств? Наверное, эти вопросы надо задавать специалистам в этой отрасли. Я не знаю. Мне сложно отвечать на такие вопросы. Что касается архитектуры, то сейчас, по-моему, век глобализации, вообще не стоит говорить про архитектуру. Понятно, что она везде пересекается. А то, что в речи вы видите очень много заимствований, то это не заимствование. Это, скорее, незнание многими чеченцами родного языка. Хорошего знания, я имею в виду. И поэтому часто мы видим, что разговаривая на чеченском, какие-то слова значительные, причем часть речи бывает составлена из русских слов. Мы видим это даже на совещаниях у Кадырова. Вроде как говорят на чеченском, но там столько русских слов. Это просто незнание языка, к сожалению. И это тоже результат отсутствия собственного государства, отсутствия поддержки языка, отсутствия собственного документа оборота на родном языке. Это последствия оккупации, потеря вот этого языка. То, что наш язык сегодня в числе вымирающих, это результат российской оккупации на чеченской земле. Поэтому, чтобы сохранить свой язык, чтобы привести его в лучшее положение, конечно, нужно освобождение. А так, есть какие-то, конечно, слова. Они скорее международные, такие как пилот, допустим. Понятно, что здесь не нужно придумывать какое-то свое слово, но это и не русское слово, и это не заимствование из русского. Это скорее такое международное слово. Пилот, компьютер, программа и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok